ТВ. Ком представляет! Также есть приложение для iOS, которое вы сможете скачать в своем App Store. Более подробно об этом всем с колл-центрами, адресами и ссылками вы сможете ознакомиться в описании под этим видео. Ассаламу алейкум всем! Приветствую вас, джентльмены! С вами Сула, наш боец. И сегодня в этом выпуске мы поговорим о прошедшем 67 номерном турнире одного из старейших казахстанских промоушенов по MMA Alash Pride. Как оно было? Как оно все прошло? Именно об этом мы будем сегодня общаться. Но, по крайней мере, я с вами поделюсь своими эмоциями и впечатлениями о прошедшем турнире, друзья. Итак, знаете, друзья, я вчера себя поймал на мысли, что есть своя магия в Alash Pride. Когда ты заходишь в этот зал, да где бы ты ни находилась, видишь эту клетку, видишь Даниэр Каскарауа, видишь вот эти вот секундантские углы, допустим, да, видишь Катменов, видишь Дауримбека Джакаева Бессменова, рефери, Alash Pride. И это все-таки задает свой тон. Даже, вот знаете, и музыка вот наша, да, вот тематическая казахская музыка по MMA, приглашенные гости, бойцы с Узбекистана, Кыргызстана, России, наши ребята. Ну, в частности, сейчас, конечно же, задает темп и погоду такой клуб Тараски, как Гладиатор. Дархан, большой, салам алейкум вам. Как оно прошло? А сразу же, да, вот вчера это было в прямом эфире. По-моему, телеканал Казахстан или Каспорт показывал, точно не помню. Скоро будет опять же повтор. Ну, а вот буквально через два дня, два-три дня максимум, я думаю, все поединки появятся на официальном YouTube-канале Alash Pride. Вот здесь вот будет ссылочка. Обязательно зайдите на этот YouTube-канал и подпишитесь. Сегодня, друзья, мы поговорим о нескольких схватках, которые меня, по большому счету, очень сильно впечатлили. Точнее, я скажу вам, это, наверное, три схватки. Вот, поговорим, наверное, о четырех поединках. Ну, первое, что мне хочется сказать, это схватка нашей Замзагуль Файзулановой по прозвищу Бопай против очень сильной, мотивированной, заряженной, молодой девушки из Узбекистана. И как проходила эта схватка? Первый раунд Замзагуль, конечно же, полностью слила. Но во втором раунде ситуация изменилась. Во втором раунде все пошло совершенно по-другому. Ну, она захватила инициативу. Ну, и в третьем раунде, практически весь третий раунд заставила свою соперницу нюхать канвас восьмиугольника Аллаш Прайд. Я говорю конкретно о том, что Замзагуль Файзуланова на характере. Ну, вы знаете, вот как мне показалось, что Замзагуль действительно нужно было сначала хорошенько получить, да, вот, прям, чтобы ее хорошенько воткнули по лицу несколько раз, чтобы ее перекинули через бедро, надо было, чтобы ее побили, чтобы она включила режим терминатора, когда все, только на характере, отступать нельзя, все, вперед, вперед и вперед, и нужна победа, кровь из носа. И именно такой характер показала Замзагуль Файзуланова. Я был по-настоящему впечатлен. Замзагуль молодец. И я более чем уверен, что вот сыновья вот такой девушки, как Замзагуль Файзуланова, если они вдруг захотят показать, не показать, а найти свое, так скажем, призвание в жизни, вот именно в единоборствах. А мы сами знаем, да, что характер мужской в основном строится вот именно из характера его матери. Ну, это генеалогия вот такая. Вот если они будут иметь хотя бы 50% характера Замзагуль Файзуланова, ее сыновья будут просто величайшими бойцами. Это однозначно. Замзагуль показала настоящий характер, несгибаемую волю. Но опять же подчеркну, ей нужно было сначала получить хорошенечко, хорошенько получить, чтобы включить режим терминатора. Я, конечно, по большому счету, я восхищен нашей Замзагуль, она молодец, она вот прям олицетворение нашего казахского духа. Бойца настоящего, настоящего бойца. Замзагуль просто красава, молодец. Был момент, я опять же говорю, в первом раунде, когда мы все были просто в аховом состоянии, мы не знали, чем это все закончится для нашей Замзагуль. Было страшно, но она молодец, молодец. Я такую волю к победе, характер, конечно, не у всех наших бойцов есть, как у Замзагуль. И я хочу, чтобы наши ребята обратили внимание. Вот так надо драться. Вот так до конца, до последней секунды. Ни в коем случае не забывать и не терять веру в победу. Так что я считаю, что схватка, конечно же, с Замзагуль Файзулан. Я бы отдал бы этой схватке лучший бой вечера, но исключительно из-за ее характера. Так что мои еще раз очередные поздравления с Замзагуль Файзулановой по прозвищу Бопай. Замзик, ты вообще просто молодец. Следующая схватка, я считаю, что этот поединок можно смело назвать бой вечера. Я говорю о Таймурате Джапарове. Это у нас боец из города Нур-Султан, из столицы нашей республики. Он участвовал в гран-при восьмерка. Восемь ребят очень сильных с Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана участвовали в гран-при в весовой категории до 57 килограммов. Вчера они провели, так скажем, вчера дошли до полуфинала. И теперь у нас определился только один финалист. Почему только один финалист, вы узнаете чуть позже. Итак, первую же схватку Таймурат Джапаров провел там на 20 какой-то секунде. Просто сумасшедший сабмишен на ногу. Это было красиво, это было нереально. С другой стороны, там Кыргызский файтер, по-моему, одержал победу над узбекским файтером. И также другой Кыргызский файтер, Кобра, по-моему, у него Погонялова, он одолел нашего Яросыл Шхатаева. К сожалению, Яросылчик проиграл, а я его делал и ставил на него ставку, так скажем, образно он был моим фаворитом. В полуфинале уже непосредственно Таймурат Джапаров вышел против сильного Кыргызского файтера. И они показали просто бомбический поединок. Три раунда. Сумасшедших три раунда. И Таймурат Джапаров единогласным решением судей, там вообще просто вопросов нету, одержал очень сложную, красивую и просто нереальнейшую победу над очень сильным, заряженным и мотивированным бойцом из Кыргызстана. Другая пара полуфиналистов. Туда вышли как раз-таки два кыргызских файтера. И буквально с первой же секунды, вот я смотрю на этот поединок, я понимаю, что эти ребята не хотят с друг другом драться. Просто не хотят. Какие-то вялые удары, непонятно что. И естественно, судейская коллегия сначала предупредила за неактивные действия ребят вот с Кыргызстана. А потом было второе предупреждение, их просто сняли с этого гран-при, обоих дисквалифицировали. Ну, конечно же, я не знаю, может быть эти два бойца хорошо друг друга знали, либо с одного клуба, или друзья. Но, в общем, они не дрались абсолютно. И я считаю, что это было правильное решение. Да и вообще, в целом, я думаю, что судейские судьи отработали этот турнир на высшем уровне. Большой почет, Айбек, вам большой почет. Отличная работа. Также, кстати говоря, вот если возвращаться к поединку с Замзагульфой Зулановой, по какой-то причине наши узбекские братья решили, что соперница, да, вот боец из Узбекистана одержала победу. Но это было просто смешно, абсолютно смешно. Некрасиво поступили здесь вот наши узбекские братья. Ну, и еще одна схватка, о которой я бы сегодня с вами хотел поговорить. Это главный бой вечера, если не ошибаюсь, был. Серик Тликеев, клуб «Гладиатор», один из ветеранов казахстанского, мы уже возрастной парень, вышел против очень сильного, мощного бойца из Узбекистана, Бобура. И тут, конечно же, Бобр одержал победу. Там была остановка по причине того, что медики запретили уже дальше проводить этот поединок. Очень много травм серьезных получил Серик Тликеев. И Бобур одержал победу. Ну, тут, мне кажется, Бобур просто выиграл на классе, на классе выиграл. Ну, что ни говорит, но классом повыше Бобур, это однозначно. То есть, никаких обид, надеюсь, Серик Тликеев ко мне испытывать не будет. Еще раз повторюсь, друзья, турнир прошел на высоком уровне. Алаш Прайд сейчас, несмотря на то, что очень много времени было потеряно, показывает просто сумасшедшие поединки, очень интересные гран-при, очень интересные. Я по-настоящему кайфанул, и мне очень приятно, что сейчас Алаш Прайд уже на другом уровне. Он не отстает, он пытается делать все возможное, все, что у него из всех своих сил. Пытается соответствовать уровню одного из лучших промоушенов казахстанского ММА. И я думаю, они доказывают. В октябре месяце, кстати говоря, мы увидим финал весовой категории до 66 килограммов, и финал весовой категории до 57 килограммов. Но вот тут вот 57, я не знаю, кого они выставят. Потому что два полуфиналиста были дисквалифицированы. Может быть, один из, допустим, тех, кто проиграл в четвертьфинале. Может быть, я вот не знаю. Будем смотреть, это все-таки остается решение, я считаю, за матчмейкерами Алаш Прайда. Турнир был на высоком уровне. Турнир мне очень сильно понравился. Есть в нем, опять же повторюсь, своя магия. Магия Алаш Прайда казахстанского ММА. Обязательно следите за этим турниром. Опять же, повторюсь, буквально через несколько дней, два-три дня максимум, на официальном YouTube-канале Алаш Прайда появятся все поединки. Что вы думаете об этом всем? Давайте пообщаемся. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Ассаламу алейкум. Альведерчи. ТВ.КОМ представляет. Премьеры кино и сериалов. Лучшие детские и познавательные телеканалы. Весь мировой спорт и эксклюзивный UFC TV. Прямые трансляции турниров. Архивы ярких боев. Аналитические программы. Интервью. Обзоры. И реалити-шоу на одном канале в высоком качестве. И с отличным переводом. Только в сети TV.com. Ищите на ваших смарт-тв, Samsung, LG, Android TV. И на смартфонах Android в Google Play. Также есть приложение для iOS, которое вы сможете скачать в своем App Store. Более подробно об этом всем с колл-центрами, адресами и ссылками вы сможете ознакомиться в описании под этим видео.